Месяц Месяц Эти, ты спишь? Нет, ну значит я же не сплю, если говорю с тобой Я же 좋아하는 Субтитры Нет, не сегодня, а завтра Только он в этот году святочный дед к нам не придет Мама сказала, что не успела сходить за ним в город Он придет к нам на кучу. Порядочно. Сегодня он придет ко всем богатым детям. А что это у него нет? Это все. Ружья, пушки, сабли, солдатиков. Куклы, куклы, куклы. Нет, куклы это не интересно. Куклы это чепута. Винтиль, посмотри на ту нарядную елку. И сколько косиней детей. Она желтая. Их куклы, и одежда, и золотая тетка. Вот она, как мы веселим. Так давай повеселимся. Мы же умеем петь и танцевать. Да, да. Давайте с нами. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И синие птицы привносят счастье. Мы верили это знали. А вы что, верили? Да, я верили, я попросила, потому что только дети, лишь только пройдет в детскую ложь, могут найти себе птицу. Сейчас видно глаза, а с помощью моей волшебной шапочки, что я заполнял, вы увидите, что скрытся. Ну что, я вам теперь радуюсь? Очень. Еще как. Оглянитесь вокруг. Вы видят все души людей, стихи, грешей и людей. Сейчас я у вас haslock. Чип-ка, чип-ка, часы идут вперед, Чип-ка, чип-ка, придут непривык на счет, Придут, придут, как часа, мой сын, Как придут в наши жизни еще. День, день, тел, тел, день, день,ERO. Я здесь, страстный малый хозяин. Житель, я тебя ловлю. Наконец-то, наконец-то мне можно говорить, мне столько нужно сказать тебе, напрасно я валый не дам мост, ты не понимал меня. Но теперь, здорово, правда? Может, искусаем кого-нибудь на радостях, а? Я сразу даже могу сказать, как люблю тебя. Уволяю, образовательный разгоник. Пяти лет я вас всех так люблю, как божай. Круто. А я сахар. Смотрите, вот пять пальцев. А вот так. Вот на полиденце. Сахар. А ну, посторонись, освобожу. Если праздник, давайте зажигать. Я люблю зажигать и при этом попрескивать. Со мной лучше не играть. Англой. Не трещи, я думаю голубой. Пошел тут думать, зажигать надо. Думаю я голубой. Круто. А чё? А то, что плед, почему голуба? Пледа-то я. Может, я так буду сидел, а чтоб всё бокал уже в порядке, нет? Здравствуйте, дети. Я вода. Ты полусяка спусталась. Ничего, кое-что в меня осталось. Наденьте, я вам покажу. Спасибо. Молоко. Что, о чем пригодится? Только держите мне вода, сейчас и дня. А это у вас число. Вы, конечно, все пригодите детям. Всех вам нет часов. Вы сейчас от счастливой минуты. Дегите назад в прошлое. Когда время придёт, ваше место займут новые счастливые минуты. А вы пойдёте с нами? Нет, с вами пойдёт другая программа. Я ведь не могу с вами расчетить и оставить в коне. Я, Свет, я пойду с вами за синей птицей. Буду указывать на путь. И я, и я пойду с вами. И мы, мы все пойдём. Помните, что когда вы найдёте синюю птицу, вы все должны быть в своём здании жизни. Село из света снова забудут человеческую лею. Огонь – бочан. Молоко – крылья. Место – варки. Вода – ледро. Я все на лобой, я должен их понять. Фея, Феюска, а можно не порезать меня синюю птицей? Эс, действие сезон, полный. Все, как бы за синюю птицей, то все в области моей волшебной шапочки и телёсного алмана. А шапочка с алмана в область у детей. Дети идут за синюю птицей. Значит, и вы все пойдут за синюю птицей. Идём за синюю птицей! По дороге полюбившей нас какой-то одинокий час, Пока вновь нас смеётся небо, Шага не опуская глаз. Если вдруг, что света не случится, Заблудиться в небесе и птицы. Приди за ней, приди за ней, за ней. Дети идут за синюю птицей. Чего-чего? Слышали, что снова в небесе? Пока, где звонят синюю птицу, И все снова станут измолвлены. Позьми эти гадёвки. И что же мы с мольцами делаем? Чего-чего? Надо им мешать, Дети найдут и синюю птицу. А как же мы их можем помешать? А что ты придумаешь, телевна? Они его нашли, куда-то далеко. Я что-нибудь придумал. А пока все сделайте, что я вам говорю. Друзья, вы где? Не отставайте! Не волнуйтесь, мы потеряемся. Я же хорошо вернусь, мой отец. Дети скорее с удалось. Так, сидеть и нельзя. Ещё не наступило моё время. Огню тоже начнёте нельзя. Придётся бороться во главной ночи одним. Вы идите, а мы тоже здесь. Нет, нет, и тесто, и вода, и молоко, и сахар. Пойдём вместе к детьми. Конечно, телоиде лето тоже войдёт. Уж конечно я войдёт. Кто же вам и меня посидит в сердце, а с этих точных опасностей? Кто же будет освещать поклон? Ты что, забыла про чудесную область? Посмотри, как ярко загорелся у этих чёрных-чёрных плоденях. Он и поможет вам их искать к госпожу ночи, которая где-то прячется. Она вам отдаст ключи от всех своих законов. Ведь она и в опаске в шапочке алмаза. Синюю птицу. Если она здесь, алмазка может отыскать. Так что не обейте. Идите вперёд. 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 Умоляю, если она у вас есть, не давайте ее ей, но у них есть волшебная шапочка, пока у них есть волшебная шапочка, то все во власти детей. Что творится? Трудная настальность для меня. Человек уже завладел много тайн с природой, но они теперь у меня хотят собрать все. Я тоже во власти детей, пока они поделят волшебную шапочку. Добрый день, госпожа. День, для меня, никогда не был добр. Все думали сказать добрый вечер или уж доброй ночи, в крайних вечер. Простите, я не подумала. В своем возрасте я на домой не думаю. Я знаю, зачем вы сюда пришли. Вы пришли за сетьми птицами. Я вам хочу сказать, что здесь ее нет. Нет, нет, душа света сказала, что она здесь, а душа света зря говорить не будет. Я должен сам обыскать все соколупки этого места. Дайте, пожалуйста, ключи от зомков. Дружок, пойми, я ведь не могу дать ключи к первому сетку. Нет, много навсегда предотвращено давать ключи кому бы не было. В особенности дети. Вы не имеете права отказать человеку. Я это знаю. А кто вам сказал? Душа света. Опять душа света? Вечная душа света. Почему она держит в этом не свое дело? Моя мать, 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 мать. Забери, пожалуйста, но знай, что за этими дверьми когда-то страхи, ужасы, бедствия, войны, склондалы, спернословия и много всяких неприятностей. Но я не один. Со мной мои друзья, моя сестра. Нет, 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 нет. Мы сами должны все проверить. Каким ключом открывать вот этот. Вот этот. Здесь стоят в клинках. Вот я сейчас здесь. Здесь стоят в клинках. Зачем ты? Они такие мерзкие. Призывки, ты давно существует, вы нагоняете правду. А страх тебя целует силу, но только и отверстие вдвоем. Мам, да не точно. Точно. Не надо бояться. И тогда все будет хорошо. Мы не должны давать препятствия нам мешать. Мы должны найти синюю птицу. Госпожа Моча, а что за этой дверью? Здесь спеть, там мясо, болезнь. Открывай осторожно. Ну, болезни нам не срочно. Болезни только осторожны дети. Не волнуйся, я просто открою посмотреть, посмотрю, есть ли там семья-птицей или нету, и сразу заблоку. Какие они там все слабые и умые. Неужели это и есть страшные болезни? Страшные болезни влятся в самой глубинной комнате. А здесь хвори до него. Это самая маленькая болезнь. Красно. Отправляйся назад. Рано, ты здесь. Подожди на весны. Теперь заглянем вот в эту дверь. Заглянуй осторожно. Здесь становятся кровавые войны, ссоры, свернусловия, скандалы. Много всяких неприятностей. Это салютские игрушки, они на нас касались. Кто знает, кто знает, лучше лежать, а то подальше. Ручка, помогите! Обалдите! 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 Ну что, может быть, хватит экспериментировать? Вы что, еще не узнали, что здесь нету семей-птицы? Ну, ты, ну, ведь зачем-то пришли сюда. Душа Света сказала, что здесь синяя птица. Нам нужно ее найти. А, еще одну, дед, что за этой дверью? Куда нельзя. Почему? Потому что там запрещено. Значит, синяя птица здесь. Послушать нельзя, дружок, послушать, пойми, что сюда нельзя. Да, не отбирай эту дверь. Но включи немного, если будет. Я не хочу убивать твоя дверь. Не надо, мам, уберите. На колено тебя прошу. Послушай, Ноч, она совершенно права. Я должен открыть. Не хочу, не хочу. А, так вот. Молоко и сапог. Возьмите тиль-тиль и отнесите ее подальше отсюда. Все остальные осторожно. Я буду открывать. Я остаюсь, я остаюсь, я остаюсь, я остаюсь с моим маленьким брусом. Мне не страшно, я остаюсь. Молодец, Тило, вдвоем не будет так страшно. А теперь постарайтесь, я открываю. О, какое тирное небо. Это они, они здесь, в них нашли. Иди же скорее сюда. О, какое тирное небо. О, какое тирное небо. Зашки, зашки, зашки. Иди за ней, иди за ней. Жди, дай ко мне посмотреть. Они не плачут мне. Не плачьте, не плачьте, не плачьте. Это не настоящая синяя птица. Это ночное сновидение. Они не живут при длинном свете. Значит, мы не нашли синюю птицу. Не расстраивайся, тир-тиль. У нас еще есть время. Будем искать. Теперь я вас покажу в саду радости. Я искен ура. Может, мы собернем назад? Да, я тоже, пожалуй, согласна. В глаза надо повернуться. Жалкие трусы. Кабалелы, вы уже показали себе автором леса. Пусть люди решают. Если хочешь, можно вернуть. Я пойду. Вперед. Спасибо. Знаешь, если я не буду вернуться, то я бы сюда всю жизнь у тебя вернулась. Значит, уйдет? Ну, я думаю, в любую форму. Ну, сколько у вас нужно ждать? Так. Пусть люди решают. Пусть люди решают. В церкви притарахиваются темы самолюбования, а потом, на возвышенности, блаженство быть богатым и удовольствием быть знаменитым. Почти все блаженства в высшей степени добродушны, а так, среди них встречаются более опасные кабаны, чем величайшие несчастья. У меня есть предложение, что они такие опасные кабаны, и не нужно просто ждать их в двери, и дать им дать и дитям раздурку, и если им придется бежать. Ни в коем случае, ни в коем случае. Я хочу вскоре следовать за моими маленькими хозяевами, а побоите, кто-то состанет у него. Там мне нужны и лекарусы, и предатели. Я пойду, там говорят, что время пья. А там едят? Не забывайте, что мы ищем синюю птицу, а не дать и спирогу. Я никогда не видела маженства, даже не поможете, да? Помолчите, никто вас не спрашивал. Вот что я решила. Пес, молоко и сахар пойдем вместе с мылью. Пойдет, а? Не пойдет, она же не холодная. А мой тоже не пойдет, мой дедокурный. Что же писать с кошкой, это как она сама лежит. Молоко сиха. Да мы будем моим субличным друзьям несчастья. А ты, Свет, пойдешь? Я не могу, Матис, с вами. Я предполагаю, что тебя не подосит. Но я подожду ваш ухода. Все это они надеются приятные. Что-то с лицами хочется ни с ним подходить, ни с ними расставать. Что-то с лицами хочется ни с ним подходить. Сюда! Сюда! Да проб, пожалуйте, за лук. Не любитесь, попадете к ним в руки и заткнуете все до трети. Позвольте вам представиться, даст блаженство вкусно поездки, а это блаженство бездельниче. Но я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Как вы понимаете? Мы все, что и делаем. Ничего не делаем. Никакую заметку. Надо пить, надо есть, надо спать. Надо быть. Все, ты. Ну ладно, скучно. Ну, конечно, мы за первую ложе ничего не поделаем. Запасно на руках. Вообще, мы не можем здесь в ванной. Мы спешим. Мы ищем себе кушку. Говори, Синий, ты вау. Правда, это было же. Может, это было бы ладно? Синий. Как бы это точнее сказать? Вы всех видите ли с ней? Блаженство, блаженство, блаженство. Блаженство пить и жрать. Вот пузо, как вала. Хоть ночью, хоть с утра. Все нам будет мало. Подумайте сперва. Надеюсь, это шутки. Вы считаете, вы жрать вас. И вы у нас неудачи. Блаженство. Имейте надпустили нас. Иди, подумаем. Говори, Синий. Мы победили. Но у меня вам один вопрос. Неужели такие посвященные создания, как вы, едят с вами пищевой? Да. Ну, видите ли, куда хочется есть, а нам чуть не доводится. Да мы к нам все не задумываемся. Иди, куда попал. Как успела? Молоко не запипали. Ну, почему? Запипаем. Просто никогда нам не давали. Вот, ребята, давайте мы вам сделаем одно предложение. Мы вам приготовим сейчас такое блюдо, которое я вам обещаю. Вы никогда не пробовали. В качестве продуктов мы будем использовать самих себя. Да что? Я хотела покончить жизнь, чтобы улыбиться не смогу. Но у нас есть одно условие. Вы устали бы скорее. Очень кушать хочется. Да не торопись. Да ладно. Вот такое вот одно условие. Вы немедленно отпускаете мальчика, девочку и собаку. И мы вам приготовим это. Они хотят пожать его с собой ради нас. Не разрешают. Вы слышали? Не смейте. Должен, должен быть еще какой-нибудь выход. Мы согласны. Прощайте, друзья. Пусть ваша жизнь будет легкая и сладкая. И вам мощная отменка. Вот вам, леденцы, на прощание. Остальное утро. Очень приятно. Не гадать. Мы готовы с самого места. Но теперь мы увидим настоящий радость. Как красиво. Можно не подумать, что сейчас вы не собираетесь. Здравствуйте. Кто? Привет. Здост cowые, легкие. А это все разницы. И вам нужно сделать ажиат. И вам нужно сделать ажиат. Конечно, с каждым днем. Раз, всегда. Детвор, детвор. А где здесь вазы снахи синие птицу? У нас такой нет. Не ешьте синие птицу. Она все не записала. Возьмите, надо снахи синие птицу. Она намного может. Лети, лети, москвик, москвик, я вижу. Лети, подойдите ко мне. Дайте я вас обниму. Или нет больше счастья, чем обнимать вас? Что же вы на меня смотрите? Должен ли вы меня не узнаете? Посмотрите на меня. Мои глаза, мои губы, мои руки. Так, я теперь узнаю. Это похоже на нашу маму. Только намного быстрее. Это естественно. Ведь я же не старею. Каждый новый день придает мне новой радости, счастья, молодости. И каждая твоя улыбка, молодец, меня надо. Дома этого не видно. А здесь, здесь видно все. Это и есть истина. И всего, сколько мы с тобой красивыми глазами. Только вначале видно, как красивые, красивые. Мужик, у нас, 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 у нас. Оно всегда на мне. Просто его не видно. От того, что с закрытыми глазами ничего не взял. Все матери красивы, если их любят дети, нет ни старых матерей, ни красивых, ни... И то, когда же они грустят, то стоит вам поцеловать их, как каждая слезинка превращается в звезды. Чудеса и голос тоже твой. Только он намного красивее, чем там у нас. Там у нас, я лично, это не там, мне всегда некогда. Я не успеваю вам сказать о своей любви, но и недосказанное можно услышать. А после нашей сегодняшней встречи, вы узнаете меня завтра. Там, у нас, в нашей хижине, в моем старом платье. Настя, здесь я не хочу уходить. Я хочу показать, что я хочу уходить. Так, видите, я живу там, мы все живем там, разницы нету. Вы пришли сюда только для того, чтобы научиться пить. У каждого ребенка есть только одна мама, одна единственная, лучше которой нет на всем белом свете. Нужно только знать ее и научиться на нее смотреть. А каждая ваша улыбка, каждое доброе слово, каждая ваша связь делает маму красивой и богатой, богатой любовью. Если бы здесь была синяя птица, я непременно бы поймала ее для вас, потому что я очень хотела, чтобы вы были счастливы. Но, к сожалению, ее здесь нет. Придется вам детям поискать в другом месте. Идите, ищите ее, ищите вас всюду и найдите ее. Найдите и будьте счастливы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Спасибо за все, Свет, мы никогда не забудем твой путеводный Свет. Мой маленький хозяин, я так рада смог сказать, как люблю тебя. Село, спасибо за все, ты храбрый и отважный товарищ, я этого не забуду. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Прогнул мальчаленный метр. Вы слышали? Час наш разрушник пробил. Прощайте! Доброе утро, дети! Расыпайтесь! Что вы на меня так смотрите? Мам, какая же... Девушка, что правда? Да, что правда? Что правда, мама, мы теперь будем замечать. Что замечать? Какие-то будут странные сегодня? Мамочка, мы тоже сегодня пытались. Что-то с ними пытались. Но синюю птицу мы так и не нашли. Какую еще синюю птицу? Да такую, которую поручила нам искать фея Беллиона. Фея? Да фея, да вы уже переселились из наших крапс-капки. Может быть, и переселились, но иногда они заглядывают и гости. Господи? А чтобы найти синюю птицу, то и пофей? Э-э-э, давно смотрели сегодня, рождественные сно. Мам, пойдите, дверь открыта. Да, 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 да. Фея Беллиона, простите. Мы так и не нашли синюю птицу. Но мы вместе ее искали, и во владениях ночи, и у божеств, и в садах радости. Фея Беллиона, простите. Нет, птица, смотри, она синяяя. Вы сколько ее искали, а она по-моему, птица. Это потому, что у меня больше счастья, чем быть рядом со своими родными и людьми. Дайте мне, пожалуйста, птица, на время. Нет, Пеллиона, не на время, а на всегда. Так, забирай ее, чтобы она принесла счастье вам и вашей внучке. Спасибо вам. Тихо-тихо, я дал мою любимую горлецку, тетушке Беллионе. Зая ведь, ведь она поможет ей больной внучке, которая теперь будет счастлива. Боже мой, да ты стал совсем взрослым. И Митя, она мне без тех помогла искать синюю птицу и совсем не хватала. Да вы оба у меня станете большими и румными. Ходите, дверь открыта. Какое чудо, какое счастье, когда я дала моей маленькой пучкой синюю птицу. И сразу стало лучше. Она хотела вас сама поблагодарить. Спасибо тебе, Игорь, спасибо, Игорь. Такая стихи, такая стихи, такая стихи. Будет тело. Не плачь, я найду себе ее, только будь счастливой. Надо быть счастливой, надо быть счастливой, надо быть счастливой. Будьте счастливы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аплодисменты. Аплодисменты.